Перед началом второго отделения коллектива Алексея Умлова. Дорогие друзья, добрый вечер. Мы рады вас видеть. Действительно, сегодня для нас очень важный, очень значимый концерт, потому что концерт непосредственно в день рождения коллектива всегда наш отчетный концерт мы старались приурочить именно к этой дате, к 23 апреля, когда состоялась первая репетиция. И вот сегодня 17 лет, на самом деле, лично у меня в голове пока с трудом укладывается, я надеюсь, что может быть и дальше даты и так далее, но там как-то 7 лет я еще готов принять, но вот 17 лет мне уже тяжело во всем голове, потому что я считаю себя еще молодым человеком, понимаете, 17 лет это уже... Но я хотел бы сказать о том, что вот этот концерт, почему я лично его очень жду всегда. У меня много концертов в сезоне в концерте, но этот концерт, он отдельно особняком всегда стоит, отчетный, потому что я знаю, что на этот концерт соберется исключительная публика. На этот концерт придут люди, родные, близкие коллектива. И этот концерт, его статус сразу, да, ответственность его повышается лично для меня, вот, в то же самое время он превращается всегда, этот концерт становится очень домашним. И всегда одно удовольствие для вас эти концерты делать, организовывать. Я бы хотел, прежде чем мы продолжим второе отделение, сказать несколько слов благодарности людям, которые коллективу очень здорово помогают сейчас в непростое время. В первую очередь это Виктория Геннадия Никитина, которая приютила мой ансамбль мальчиков и юношей, которые вы еще сегодня услышите на сцене. Мы занимаемся в галерее про внешней истории. Я хочу огромное сказать слава благодарности супругам Станиславу, моему Гаритону и его супруге Марине, на УМУК, которые в переходный период, когда мы были без помещения, тоже нас, так сказать, подобрали, приютили, не дали нам на улице остаться. Ну и, конечно, Антону Валерьевичу Колоколу, нашему второму тендеру, директору девятой школы, имени Фродкова, в которой мы сейчас, собственно, коллективом репетируем. Это все те люди, на которых держатся. Ну, позвольте мне традиционно сказать слова благодарности своему коллективу и признаться им опять в любви. Я нечасто это делаю. Вот. Хотя, может, им кажется, они говорят, что нечасто. На самом деле, чаще, чем мне бы даже, наверное, самому хотелось бы. Вот. Но на сцене я могу это позволить себе сделать раз в год. Вот. И сегодня именно тот случай. Я им на самом деле восхищаюсь. Потому что уже 17 лет, и сейчас, особенно в непростой, турбулентный период исторический, да, ребята находят, ребята, мужчины находят время, да, после работ отрываться от семьи, от детей. В основном все уже состоявшиеся, взрослые, действительно, люди. Мы начинали все еще студентами, а тут еще взрослые, мужчины. Вот. И как они это делают, я, честно говоря, это не знаю, потому что для меня это профессия, я этим всю жизнь живу, я этим занимаюсь, а для них это хобби, а не любители. От самого главного слова – любить. И я хочу пожелать, конечно, любить хоровое искусство всю свою жизнь, сколько бы лет ни существовал наш коллектив. Вот Анна вначале сказала, что там про наши гастроли, где мы были. География, действительно, на мой взгляд, тоже впечатляющая. Вот мы пять раз были на гастролях в Норвегии. И там такие вещи иногда на концертах делают, организовывают лотерею, понимаете, между отделениями концерта. У меня всегда такое-то было любопытно, но чуждо. Я думаю, это как-то не наша традиция. Но вот в этот раз думаю, дай попробую. Вот. Интересно же, чем все закончится. Вот у меня в руках наш компакт-диск, очень красивый диск, который называется «Северная Украина». Несколько лет назад его записали во дворце искусств города Кондопоги. Я хотел бы этот диск разыграть. Я с удовольствием подарю его тому человеку, который ответит в наш день рождения сегодня на вопрос. Когда состоялся первый концерт хора? Есть смелые? Нет, 23 апреля 2007 года состоялась первая репетиция. А когда концерт состоялся? Первая репетиция. Хотя бы, ну какой год давайте? 9 мая, 2007. 2007 год. Так. 19 мая. Нет. 19 мая. Если кто месяц угадает, я подавлю. Сентябрь. Сентябрь. Так что? Вот молодой слава сказал. Декабрь. 14 декабря. В день рождения вот этого замечательного баса, молодого сала, 2007 года у нас состоялся. Ну, я надеюсь, что небольшой сюрприз «Экспром» удался. Мы будем продолжать второе отделение оценки. Продолжаем второе отделение. Карлис Бауманис. Русский текст Льва Прозоровского. «Как долгало стойнет». Карлис Бауманис. Русский текст Льва Прозоровского. 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 ПЕСНЯ Лев Панкратов, слова Николая Туроверова «Уходили мы из Крыма». Лев Панкратов, слова Николая Туроверова «Уходили» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Музыка и слова Владимира Бахана «Парни сорок первых, парни сорок пятых» исполняет мужской хор «Карелии» и вокальный ансамбль мальчиков и юношей Центра мужского хорового пения. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Здесь на гранитных плитах Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Сергей Солонинский Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Спасибо. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнал, Симон. Субтитры подогнал, Субтитры подогнал, Симон. Субтитры подогнал, Субтитры подогнал, Субтитры подогнал, Симон. 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 Симон. Субтитры подогнал, 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 ПЕСНЯ 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 Спасибо. 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 Спасибо.